Эпоха конца 70-х, начало 80-х была ознаменована так называемым французским бумом в Формуле 1. Пожалуй, никогда королевские гонки не были настолько пропитаны духом Франции. Пилотон буквально пестрил достойными пилотами, представляющими Пятую Республику. Однако, помимо гонщиков, французский след в Формуле 1 оставила еще и команда Renault. Давайте разбираться, как это было. А перед началом, в связи со сложившейся ситуацией с замедлением Ютуба, прошу всех подписаться на телеграм-канал и страницу ВКонтакте, где будут дублироваться все видео с Ютуба, а также на канал на Твиче и в ВК Play Live, где будут параллельно с Ютубом проходить стримы. Теперь, когда вы подписались на все соцсети, можно начинать. Уже на стадии зарождения проекта Renault привлекал к себе достаточно много внимания. Команда была детищем одного из крупнейших концернов Франции, что явно намекало на большие возможности французского коллектива. К тому же, концепция, выбранная руководством Renault, была крайне интересна. В своем участии в Формуле 1 боссы Renault видели особое предназначение. Французский концерн стремился не просто побеждать, а побеждать исключительно ресурсами своей страны. Согласно плану руководства, все в команде должно было быть французским, от шин до титульного спонсора. Стремление настолько патриотичное, что где-то на заднем фоне должна заиграть Марсельеза. Своим появлением в Формуле 1 Renault во многом обязан менеджеру по рекламе компании Elf Франсуа Гите. Его смело можно назвать серым кардиналом французского автоспорта. Именно благодаря Гите, Elf приобщился к миру гонок. Сначала посредством сотрудничества с Матрой, а потом и с Тиролом. В начале 70-х годов генеральный директор Renault Пьер Дрейфус был скептически настроен к участию в гонках. И если кто-то и мог его переубедить, то это был Гите. Финансовая поддержка являлась главным аргументом Франсуа. Elf должен был стать титульным спонсором гоночной программы Renault. Так, Гите заложил основы будущему появлению Renault в Формуле 1. Решение об участии в F1 было принято в Renault в конце 1976 года. К тому моменту у французского концерна уже был разработан турбодвигатель, который получил боевое крещение в Формуле 2 на болиде Альпин. Кстати, именно в 1976 и произошло слияние Renault и Альпин, в результате чего появилось подразделение Renault Sport. К середине сезона 1977 года французам удалось доработать двигатель для участия в Формуле 1. Построенный Renault болид RS01 буквально являлся воплощением Франции в F1. Помимо Renault в этой истории были задействованы и другие французские компании. Так, например, шины должен был предоставить Michelin. Легендарный бренд начал свой путь в Формуле 1 именно благодаря Renault. А поставки топлива взял на себя титульный спонсор команды Elf. Гонщик также без вариантов должен был представлять Францию. Благо, боссом Renault было из кого выбирать. Первым пилотом в истории команды стал Жан-Пьер Жабуй. Первые два сезона Renault выступал одной машиной. Достаточно символично, но дебют Renault в королевских гонках выпал на Гран-при Франции. Однако, трезво оценив перспективы только что построенного болида RS01, руководством команды было принято решение отложить первую гонку до следующего этапа. Никому не хотелось позориться перед родными трибунами. И вот, уже на этапе в Сильверстоуне, весь мир увидел дебют Renault в Формуле 1. RS01 оставила свой след в истории, став первой машиной в Формуле 1, оснащенной турбодвигателем. Начав гонку с 21-го места, Жабуй смог проехать только 16 кругов и завершил борьбу из-за отказавшей турбины. Первый блин вышел у кома. В оставшейся части сезона французская команда приняла участие еще в четырех этапах. В трех из них Жабуй завершил гонку из-за механических проблем, а в одной и вовсе не смог пройти квалификацию. В Renault были несколько ошарашены такими результатами и даже отказались от участия в финальной гонке сезона. Было очевидно, что французскому коллективу предстоит проделать серьезную работу над ошибками. Проблемы с надежностью стали самым серьезным испытанием для команды в начале формульного пути. Из-за того, что двигатель Renault слишком часто закипал, RS01 даже получил прозвище «желтый чайник». Уже на зимних тестах 1978 года был заметен прогресс мотора Renault. RS01 по темпу смог приблизиться к конкурентам, однако надежность двигателя все еще вызывала вопросы. Пропустив первые два этапа, французская команда начала сезон с Грам-при Южной Африки. В квалификации Жабую сразу же удалось показать достойный результат – шестое место. В самой же гонке Renault вновь столкнулся с главной проблемой прошлого сезона – сгорел двигатель. Исторический финиш болида Renault состоялся в пятой гонке сезона в Монако. А первого по-настоящему значимого результата французский коллектив добился уже под конец сезона. Четвертое место Жабую принесло Renault первые очки в истории команды. Сезон 1979 года французская команда начинала уже двумя машинами. Место второго пилота занял Рене Арну. Начало сезона для Renault складывалось не лучшим образом – ноль очков в первых четырех гонках. Машина продолжала страдать от старых болячек, но и медленной ее тоже нельзя было назвать. На трассе к Еламе Жабуй сумел завоевать первую в истории команды Полу. Но в самой гонке для него снова все закончилось сгоревшим мотором. Исправить ситуацию должна была новая RS10 – машина, разработанная на основе старой RS01. Поначалу новая машина Renault не внушала особых надежд. После трех гонок все так же ноль очков. Первая часть сезона однозначно разочаровывала руководство французской команды. Как вдруг 1 июля 1979 года вошло в историю Формулы-1 как день французского триумфа. Ведь именно в этот день Жан-Пьер Жабуй на трассе Дижон-Принуа одержал самую французскую победу в истории королевских гонок. В этой победе слово «французский» звучало буквально в каждом компоненте успеха. Пилот, болид, двигатель, шины, топливо и даже автодром. В той гонке Renault и вовсе могли оформить дубль. Однако красивейшая борьба на последних кругах между Вильнёвым и Арну завершилась в пользу канадца. Отпраздновав победу на родной трассе, Renault показал всему миру, что будущее Формулы-1 за турбомоторами. Во второй половине сезона французская команда продолжала демонстрировать скорость. Но никак не надежность. Три полу и всего два подиума. К сезону 80-го года конструкторы Renault построили новый болид РЕ-20, который показал приличный темп уже с первых гонок. Этапы в Бразилии и Южной Африке во всей красе продемонстрировали возможности новинки. Две победы и два пола. Причем, что интересно, каждый раз с первой позиции стартовал Жабуй, а побеждал Арнольд. Под занавес сезона Жабуй завоюет еще одну победу. Сезон 80-го Renault завершит на четвертом месте в Кубке конструкторов. Тем самым постепенно утверждаясь в статусе команды претендента на серьезные места. Сезон 1981 года Renault начинал с обновленным составом пилотов. На место Жабуя был приглашен молодой Ален Прост. Союз Просто и Renault выглядел невероятно многообещающим. Восходящая звезда мирового автоспорта и самая прогрессирующая команда Формулы 1. Отныне Renault считался полноправным претендентом на титул. К тому же сезон 1981 года был ознаменован тем, что турбодвигатели стали появляться не только на болидах Renault. Остальные команды пилотона, осознавая неминуемость турбоэры, постепенно начинали к ней готовиться. Первой командой после Renault, которая оснастила свой болид турбомотором, стала Ferrari. Тем самым весь мир признал революционную разработку Renault удачной. Погоня за чемпионством началась для французской команды не лучшим образом. Первую часть сезона пилоты Renault начинали на слегка модифицированной версии прошлогоднего болида. На старой машине Прост смог только лишь один раз подняться на подиум. К шестому этапу сезона пилоты Renault получили в свое распоряжение новый болид RE-30. И спустя всего две гонки Прост одерживает свою первую победу в карьере. Однако быстрого болида французской команде было недостаточно для борьбы за титул. Прост катастрофически часто сходил с дистанции. Всего лишь пять гонок удалось благополучно завершить Аллену, причем ни в одной из них он не финишировал ниже третьего места. В следующем году Аллен Прост выдающимся образом начал сезон, одержав победы в первых двух гонках. Помимо Прост, в том году побеждало еще 10 пилотов. Сезон 82-го по праву считается одним из самых непредсказуемых в истории королевских гонок. Для сравнения, в текущем достаточно конкурентном сезоне 2024 года шесть победителей. Renault вновь подвела надежность. Количество сходов по механическим проблемам сократилось, но не настолько, чтобы вырвать титул у Кике Росберга с его одной победой в активе. Второй пилот французской команды Рене Арну также одержал две победы. Одна из них принесла Рено первой в истории Дубы, но уже в конце сезона. Ужасная первая часть сезона не позволила ему претендовать на чемпионство. Вследствие натянутых отношений между Простом и Арну, в преддверии нового сезона в команде произошло историческое событие. В Рено был приглашен первый нефранцузский пилот. В роли легионера выступал американец Эдди Чивер. 1983 год, как потом выяснилось, стал ключевым в эпоху первого пришествия Рено в Формулу-1. Ни в один другой год французская команда не была так близка к заветному чемпионству. За четыре этапа до конца сезона Прост уверенно лидировал в личном зачете, опережая Нельсона Пике на 14 очков. Однако в оставшихся четырех гонках Прост только один раз смог добраться до финиша, в то время как Пике напротив выдал очень удачный отрезок, одержав две победы. До этого в активе бразильца был только один выигрыш. Таким обидным образом Аллен Прост упустил титул на финише сезона, а Рено в свою очередь остался без кубка конструкторов. Руководство французской команды было в бешенстве от провальной концовки сезона и было принято решение прекратить сотрудничество с Простом. В конце концов в Рено просто обвинили Алина во всех неудачах, припомнив его столкновение с Пике на Гран-при Нидерландов. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в финальной гонке сезона Прост сошел все-таки из-за механических проблем. Через два года после обидного поражения команда уйдет из Формулы-1. В преддверии следующего сезона Рено полностью меняет состав пилотов. На места ушедших Прост и Чивера приходят Уорик и Тамбе. Сезон 1984 года для Рено стал началом конца. Команда больше не получала должного преимущества от своего турбодвигателя. По сравнению с предыдущими сезонами, результаты Рено резко ухудшились. Ни одной победы Зак. В конце сезона покинул свой пост руководитель команды Жерар Ля Рус, а также главный конструктор Мишель Тету. Сезон 1985 года стал последним для команды Рено в эпоху их первого пришествия в Формулу-1. На фоне финансовых проблем концерна генеральный директор Рено свернул проект команды в Формуле-1. Пройдет 20 лет, прежде чем Рено снова отпразднует триумф на домашней трассе. Только на сей раз к победе приведет команду не француз, а испанец. Ему же будет суждено привести Рено к такому долгожданному титулу. На этом выпуск о начале пути заводской команды Рено в Формуле-1 подходит к концу. Спасибо за просмотр! Предлагайте в комментариях интересные темы для новых выпусков. И подписывайтесь на все резервные соцсети, чтобы не пропустить новые видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова